Ну, жители, с вами канал Эзотерика для тебя. Друзья, если вам нравится наш канал, подписывайтесь на него, ставьте лайки. А если у вас есть какие-то вопросы для обсуждения, пишите в комментариях. А сегодня мы с вами поговорим о астропрогнозе на октябрь 2017 года. Осень продолжает набирать обороты, и нас ждет не только ухудшение погоды, но и перестройка энергетики. Октябрь с астрологической точки зрения будет не самым позитивным месяцем. Но это не значит, что нужно унывать и забывать о силе позитивного мышления. Астрологи предсказывают, что знаки всех четырех стихий будут испытывать некоторые проблемы. Причем проблемы эти будут подстерегать именно в том, что каждому из нас нравится больше всего. Неурядицы могут нагрянуть там, где мы не будем их ждать. Так что постарайтесь настроить себя на то, что придется бороться с разочарованиями. Это временно и может пройти безболезненно, если подойти к этому правильно, без эмоций. Итак, начнем астропрогноз. Овин. Чтобы избавиться от проблем и стать счастливее в октябре, вам потребуется приложить немало усилий. Ведь главной планетой на ближайшие 30 дней будет Венера. Она является покровительной цель чувств, так что импульсивные Ивны почувствуют на себе все проблемы, связанные с эмоциями. Старайтесь чаще думать головой, а не сердцем. Вы можете запутаться, но не отгораживайтесь от любимых людей и от друзей. Правильная компания сможет спасти вас от хандры и вылечить вашу душу. До 13 октября включительно Венера будет пребывать в знаке Девы. Она будет слабой, поэтому вы будете чаще переживать по мелочам, но это не будет слишком часто выливаться в ссоры. 14 числа планета перейдет в знак весов, что знаменует собой начало очень сложного периода для вас. До самого 31 октября вас будут доставать переживания по любому поводу, но не давайте им себя сломить. И в любви, и в делах следуйте плану, принятому ранее. 15. Телец. Постарайтесь научиться правильно завершать каждый день в октябре. Медитация перед сном поможет вам сбросить груз проблем и настроиться на новые свершения после утреннего пробуждения. Нептун. Ваш антагонизм в октябре будет усилен из-за нахождения в созвездии Рыб. Именно Нептун будет определять степень вашей усталости, мотивации и амбиции. Это очень негативный космический объект, которому от вас нужно лишь одно – покорность. Постарайтесь не переходить грань между трудолюбием и другоголизмом. В октябре Нептун сохранит свою ретроградность, поэтому излишнее внимание к работе может выйти вам боком. Научитесь релаксаться и своевременному отдыху, чтобы не терять свою энергию впустую. Этот месяц будет для вас не самым позитивным, но при должном внимании и осмотрительности вы сможете остаться на плаву и даже преуспеть в делах и в любви. Кстати, о любви не давайте повода вашей второй половинке ревновать вас. Близнецы Научитесь вырабатывать полезные привычки. Октябрь – это прекрасное время для самоанализа, для анализа прошлого и составления планов на будущее. Полезные привычки для октября – это спорт, романтический настрой по выходным, умеренность во всем. Это несложно, ведь ничего сверхъестественного Вселенная не требует от вас. Полезные привычки должны стать частью вашей жизни, так как изменение к лучшему точно нужно, как воздух, каждого представителя вашего знака. Ваш главный покровитель в октябре – Плутон. Недавно он утратил свою ретроградность, поэтому вам придется считаться с мнением окружающих вас людей. Его умеренная энергетика из-за пребывания в козероге станет деструктивной, поэтому новые знакомства лучше отложить до ноября, как минимум, если вы не хотите потерпеть фиаско в любви или в делах. Новую работу пока точно лучше не искать, а новую любовь – подавно. Рак. Для рака в этот месяц будет опасен своей неоднозначностью. Все вокруг будет казаться вам не таким, каким оно является на самом деле. Следите в первую очередь за своими мыслями, потому что те из них, которые будут негативными, поспособствуют появлению негативных установок. Избавиться от них потом будет гораздо сложнее. Самочувствие тоже будет под угрозой. Так что счастливой таблеткой станет простой отдых и хорошее настроение. Сатурн будет править балом, находясь все это время в созвездии Стрельца. Это значит, что важно будет не то, что вы делаете, а то, что вы не делаете или еще не сделали. Пришло время для исполнения условий договоров и обещаний. Отношения людей, окружающих вас, будут ухудшаться пропорционально обещаниям, которые вы не выполняете. Так что научитесь видеть себя со стороны и вести так, как подобает другу или подруге. В октябре вы либо пан, либо пропал. Лев. Притягивать удачу в октябре львам будет нетрудно. На первое место по значимости выходит Марс. До 21 октября включительно он будет находиться в знаке Девы. Сохраняя при этом свою умеренную активность. В эти дни вас ждут новые эмоции, новые события. Астрологи рекомендуют не терять контроль над ситуацией. Рационально расходовать свои силы и не доверять лжецам. Ваша интуиция будет сильнее, чем обычно. Так что в самые трудные моменты лучше не отвергать голос сердца. 22 октября Марс будет находиться уже в весах. Поэтому полностью лишиться своих сил. Это будет означать, что вы станете свободны. Эта свобода будет негативной. Потому что вы можете потерять цели в жизни. Пусть даже локальную, не самую важную. В последние 7-8 дней октября вам лучше не менять направление движения. Не начинайте ничего нового. Дева. Субтитерный переход из весов в созвездие Скорпиона. Скорпион вступит в силу 10 октября. Сила Юпитера не изменится. Однако это не значит, что все останется таким же, как прежде. Для начала следует отметить, что воздействие Юпитера коснется вашей удачи и в любви. Вы сможете гораздо отчетливее прочувствовать эмоции других людей. Но за это придется заплатить очень высокой импульсивностью. Конец месяца может стать бомбой замедленного действия для Дев. До 10 числа все будет относительно спокойным. Весы. Меркурий ваш главный помощник в октябре. Эта планета будет желать, чтобы вы жили по 10 главным законам мироздания. В биоэнергетике существуют определенные правила привлечения удачи, определенные модели поведения, наиболее пригодные для каждого человека. Эти законы существенно упростят вам жизнь. Что до Меркурия, то до 16 октября включительно он будет находиться в знаке весов. А потом перейдет в Скорпиона. Это будет означать лишь одно. В октябре лучше не брать на себя лишних обязательств. Если вы сможете умереть свой пыл и переизбрать приоритеты, избавиться от слишком мощных амбиций, то удача от вас не отвернется ни в любви, ни в делах. Что касается настроения, то с ним все будет в порядке, потому что Меркурий больше ориентирован на материальную сторону мира. Удача будет с вами на протяжении всего месяца. Ее нужно только немного задобрить. Делитесь ею с другими, пока есть такая возможность. Скорпион. Скорпионом стоит более внимательно отнестись к каждому конкретному периоду времени, потому что Луна станет главным космическим объектом в этом месяце. С 1 по 12 октября энергия Луны не будет падать ниже 50% от максимального значения. 7 и 8 число станут самыми опасными днями для вас в этот период, из-за пребывания Луны в Тельце и максимальной ее энергетике. Эти два дня лучше посвятить отдыху, хотя и отдохнуть как следует, скорее всего, у вас не получится. Удивительно, но с 13 октября по самое 31 число Луна лишь последние два дня будет сильной, находясь в созвездии Рыб. Самыми продуктивными днями для вас будут дни, когда вы станете свободными от оков Луны. Это 13, 14, 15, 25, 26, 27 октября. В первые три дня Луна будет находиться под Эгидаль-2, так что можно будет заняться планированием дел, исполнением желаний. Во вторую положительную трехдневку уже влиять на Луну будет Козерог. Можно будет потратить немного денег на себя любимых и заняться решением личных проблем. Остальные дни все без исключения лучше просто посвятить неспешным делам, без рисков и авантюр. Стрелец Стрельцам придется считаться с ураном, который будет пребывать в знаке Овна весь месяц и сохранить при этом свою ретроградность. У каждого из нас есть источники негативного энергетического воздействия, которые следует контролировать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Умеренная энергия урана вам не пойдет на пользу, так что возьмите себя в руки и просто постарайтесь сохранить то, чего уже достигли ранее. Этот месяц будет для вас очень неоднозначным, потому что уран помогает как преодолевать препятствия без затрат сил, так и строить стены посреди чистого поля. Трудности будут постоянно приходить из ниоткуда, но их целью будут не разрушить вашу жизнь, успех или любовь, а показать, что от удачи до неудачи всего один шаг. Это будет прекрасное время для того, чтобы научиться чему-то новому, уникальному, полезному. Ищите новые хобби и увлечения. Козерог Самые везучие знаки зодиака в октябре – это не те, кто знает, что ждет впереди, а те, кто знает, чего хочет от жизни. Постройте для себя план действий и придерживайтесь его, даже в самых непростых ситуациях. Венера поможет вам преодолеть трудности, подрив особую мотивацию и желание двигаться вперед. С 1 по 13 октября она будет в деве слабой, но потом станет сильным в веса и останется в этом знаке до самого конца месяца. Это значит, что до 13 числа не стоит надеяться лишь на одни амбиции. Во второй половине месяца удача придет к вам в виде огромного желания стать лучше, мудрее и смелее. Победите свои страхи, пока у вас есть такая возможность. Венера укажет верный путь в финансовой и любовной сфере. Но вам придется переступить через самих себя, чтобы побыть победителем. Попробуйте один раз сделать то, чего никогда не делали и произведете фурор. Водолей Вредные привычки – это не только курение и жирная пища. Это еще и негативные мысли, неуверенность в себе. Такие вещи не передаются по наследству и не являются чем-то неотъемлемым. Это порождение вашего мозга, вашего сознания. Избавиться от них нужно быстро и безжалостно. Октябрь – это опасный месяц, который не прощает неправильных мыслей и установок. Причиной всему будет солнце. До 22 октября светило будет пребывать в весах, но потом лишится остатка своих сил из-за перехода в скорпиона. Это будет значить, что негативное воздействие прекратится, а перед вами возникнут новые возможности. Большой удачи ждать не стоит, но импульсивность может пройти очень быстро, не задев ваше самолюбие и желание оставаться с собой. Рыбы Луна станет вашим счастливым талисманом в октябре, потому что почти все время она будет нейтральной по своей силе. Ее созидательное воздействие будет направлено на помощь в поисках смысла жизни и духовного заряда. Самоанализ – это лучший выход из любой трудной жизненной ситуации в октябре. Попробуйте относиться к себе чуточку более требовательно. Ваше хобби должно стать первым пунктом любых программ. Займитесь тем, что любите больше всего на свете, чтобы все сферы жизни открыли вам двери к счастью. Позитивный период будет с 1 по 12 октября, потому что Луна не будет понижать уровень своей силы меньше, чем наполовину. Единственными опасными днями будут периоды с 25 по 27 октября, а также с 13 по 15 октября. Пребывание Луны в Козероге и Льве, соответственно, может стать причиной больших разочарований. Доверяйте в эти периоды только фактам. Это был астрологический прогноз.